Ты знаешь, я всю жизнь хотел написать картину Баби Я. Я-то представлял это, конечно, полной эклектикой. Там разное должно было быть. Я написал эскизы, где на холсте идут не живые люди, а запинтованные, белые, большие люди. И они идут среди своей прожитой жизни. Там окна, в которых происходит чисто реалистические события, как у передвижников. Там разная жизнь этих людей. И эта вся картина наполнена ангелами. Которые, так сказать, по всей этой картине сидят на крыше, на трубе. Там они залетают в дома, там они общаются. Там целая такая, ну сложная, эклектичная картина, которую бы, ну по моим возможностям, я бы, наверное, смог бы сделать. Но это требовало, ну хотя бы пару лет совершенно жизни такой, да, вне всяких бытовухи этой жизненной. И я все никак не мог эти пару лет найти за всю свою жизнь. И какие-то деньги нужны были тоже. И у меня до сих пор это осталось вот таким вот жизненным осколочком таким неприятным. И я все время, и до сих пор все переживаю, и думаю, что я знаю, что я именно тот человек, который мог бы это интересно сделать. И я знаю, что я знаю. Если бы у художника была вторая жизнь. И я знаю, что я знаю. И я знаю, что я знаю, что я знаю. Если бы у художника была вторая жизнь. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет, широка страна моя родная. Много везде у нас дорога. И я знаю, что 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 я знаю. Вторую жизнь. Если бы у художника была возможность прожить... Вторую жизнь. Вторая жизнь. В его картинах есть что-то невероятное. Уважаемый, замечательный, дорогой, изумительный, любимый, великолепный, гениальный и саркастичный, рыжеватый, толстоватый, таинственный, верный кружбе. В своих полотнах Миша соединяет несоединимое. Писание картин для Брусиловского – это физиологическая потребность. Писание картин для Брусиловского – это физиологическая потребность. Миша пишет свои картины, чтобы выразить свое внутреннее состояние, которое невозможно пересказать, нужно только нарисовать. Если бы у художника была вторая жизнь. Писание картин для Брусиловского – это физиологическая потребность. Ну, пункт картины, сами знаете. Сам дурак. Давай. Ну, тут такой примерно должен быть текст. Уральская земля, в ней камень рубят, чтобы она и в зодчестве жила. Уральская земля и на ладони грубой, от золотых крупинок тяжела. Уральская земля, уже давно стихами и прозой воспета ее красота. Любой город красил своими домами и округой, но в первую очередь своими людьми. Вот идут двое. Ближе, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Вот так. Справа – Юрий Григорьевич Бриль. Писатель, издатель и путешественник. А слева – живая легенда Екатеринбурга – Миша Шаевич Брусиловский. Всемирно известный художник. Вот посмотрел сейчас на нас. О нем наш рассказ. Интересно, о чем разговаривают эти замечательные люди? Какие вселенские проблемы мы решают. Но не будем им мешать. Миша Шаевич Брусиловский родился 7 мая 1931 года в Киеве. Скоро ему 85. Из них 58 лет он живет и работает в Екатеринбурге. 85. Это 58. Только наоборот. Значит, скоро у Миши двойной юбилей. БОНДАНТА. У慢-голед. Миша Шаевич Брусиловский. ИГРА. Его работы невозможно спутать Ни с чьими другими Достаточно беглого взгляда, чтобы сказать Это Брусиловский Его сюжеты универсальны Вслед за гениями возрождения и гуманизма Такими как Пьера Делла Франческо Микеланджело, Леонардо да Винчи Кициан Веласкес Брусиловский обращается К вечным сюжетам А Великаин Изгнание из рая Леда и лебедь Похищение Европы Предательство Петра Художник и его натура Взгляд художника То лиричен, то ироничен, то трешенно созерцателен Картины Брусиловского Новаторские по форме Исповедальны по содержанию Каждая картина Это портрет его души Вот почему его работы Рядом с картинами великих мастеров Занимают почетное место В музеях и картинных галереях мира Вот что пишет о Брусиловском Директор прославленного Прада Продолжая великую традицию Фигуративного искусства России Ильи Репина, Михаила Врубеля Брусиловский явил родине и миру Невиданный каскад трансформации формы И крика цвета Что смело ставит его в ряд С такими явлениями нашего времени Как Пикассо, Миро, Матис Россия, Америка, Англия, Франция Швеция, Германия, Испания А географию картин Проданных в частной коллекции Вообще отследить невозможно В 1959 году Выпускник Ленинградской академии художеств Защитивший диплом на 4 с плюсом Миша Брусиловский Направляется на работу В Свердловское книжное издательство Художником-графиком Получает обещанную комнату Шесть квадратных метров Рядом любимая жена Валя Не жизнь, а рай А главное Рядом друг единомышленник Замечательный Гена Мосин Они вместе учились в академии Брусиловский и Мосин мечтают Сделать советское искусство Самым передовым в мире У Мосина есть идея Экликтической картины На одном полотне Соединить все возможные измы Романтизм Классицизм Дадаизм Кубизм Реализм Сюрреализм Все Ох, как бы это расширило Одеологические возможности живописи Под знаменем Марксинзма Ленинизма Под руководством Коммунистической партии Вперед Победе Коммунизма Ура! А главное Это расширило бы Культурно-деологическое поле зрителя Советского человека Экликтика Вот путь развития современного искусства Чеканья шаг Проходят воспитанники Суворовского училища Будущие командиры Этой идее Миша Брусиловский Будет верен всю свою жизнь Идут стрелковые подразделения Мир Зорко бережет его наша славная армия Армия мира В море знамен Рапорты трудовых побед Первыми вступили на площадь победители в социалистическом соревновании Всей стране знакома эмблема УЗТМ Завода-гиганта машиностроительной индустрии Тысячи свертловчан вышли сегодня на Первомайскую демонстрацию Чтобы в одном радостном порыве выразить свою горячую любовь к отчизне К родной коммунистической партии В майские дни 1961 года Товарищи из союза художников Организуют Миши первую персональную выставку В честь 30-летия и два года на Урале Выставка знакомства Миша представил на выставку студенческие работы, рисунки Например, вот эти Миша Миша думает о Вале Валя Миша и Валя на пляже Миша Ты Валя Валя В отношениях появились углы Выставка проходила веселые майские дни Праздника солидарности трудящихся и дня побед 10 мая В газете Уральский рабочий Главный печатном органе Свердловского обкома партии Появляется заметка под заголовком Ненужная затея Рядом с материалами о грядущем 22 съезде КПСС Мы процитируем ее текст В Свердловском доме художников Открыты выставки работ двух свердловских художников Константина Зюмбилова и Михаила Брусиловского Первая оставляет чувство удовлетворения Иное чувство охватывает Когда вы заходите на вторую выставку Михаила Брусиловского Какие основания были представить это собрание картинок Как выставку художника Да еще и открытую за несколько месяцев До 22 съезда КПСС Молодой художник Лишний раз продемонстрировал свой отрыв от жизни От современности Что и ведет к ложно понятому инноваторству К погоне за модой И формалистическим выкрутасам Выставка Брусиловского Выглядит как непонятная и ненужная затея И Ефимов Служащий Формалист Это был не диагноз, а приговор Работать по Ленинску Бороться по Ленинску Эти требования и понятия высокие и емкость Это значит быть высокообразованным Спустя 23 года В 1984 году Борис Николаевич Ельцин Будущий первый президент Демократической России А тогда первый секретарь Свердловского Обкома КПСС Отзывался о Миши Брусиловском Как об идеологически чуждом И враждебном советскому человеку Элементе Так как жили художники во времена советской власти Никогда больше жить не придется И я объясню Это же очень просто Тогда делалось Тогда был фонд, например, да? Где делались работы по оформлению зданий Театров, комедий, мус-комедий Деревень, поселков Строились дворцы эти Тогда не было материалов в те времена Те, которые существуют сегодня Тогда архитектору художники были вот так нужны Потому что надо было украшать Надо было сделать мозаику Надо было сделать роспись И этой работы было вот так И платили не просто хорошо А супер хорошо платили Условский заработал больше всем Да, нет, но я мог Он уже всем давал Он делал эскизы, давал всем Эскизы многие делали там Не в этом дело Не в этом дело А там Просто в этом отношении Ты мог ничего официально Я мог никаких заказов не делать Я мог полгода проработать на этой шабашке Как мы ее называли И год сидеть И красить, пачкать холсты И делать все, что угодно В этом смысле там была полная свобода В мастерскую никто к тебе Ну, там, да Знали, что Ну, он что-то не то делает Или то делает Но при этом шагу с тебя не брали Не, ну, меня придерживали в Союз До тех пор, пока мы Написали с Геной картину В этот знаменитый 18-й год И в Москве было Ну, там был съезд художников И Гена Мосин, и Витя Волович, и все Они сказали, что если Брусиловский не будет принят в Союз То мы на этом Там выступим на съезде А тогда выступить на съезде Вот так вот просто Это было не шуточное дело Это Это не шуточное дело Потому что туда Это же была очень сложная штука Да, выступление на съезде Большая ответственность Садись, Валя Давай, давай, давай Будешь что-то подсуточное Потому что мне вообще, как мне, ваше замечание очень ценное Так это и оставишь Они предупредили там большое начальство Они были перегублены, что они там выступят на съезде Вот, и они действительно выступили на съезде в Москве И выступили И на ней выступил один Мосин Нет, там выступил Мосин И там выступил Волович И там еще выступило несколько человек Не в этом дело Вот, и Ну, это было событие такое Для партийных Мосина тоже обвинили пьянство Ты помнишь, прямо на Где он выступал Прямо ту же записочку Говорят, это пьяница, это дебошир Кого-нибудь Не знаю, да То есть там было вообще такое Ну, в общем, там было Зал взорвался Вот это было Потому что художники неуправляемый же народ Их так обрабатывали Два года откладывали Вообще всесоюзный съезд художников Потому что обрабатывали их Чтобы никто вообще не пикнул С писателями легче Они же понимают А художник не очень правильно Напился и сказал, что думает Это же очень трудно И они так работали над ними И тут Мосин Вдруг Мосин Это нужно было Он, конечно, совершил И потерял, в общем, в жизни Официальное признание И он вдруг выступил И сказал все А Брусиловского Почему его не принимает Художника Почему не принимает Союз Потому что он был чужой То есть он зарабатывал Он зарабатывал деньги Но не как художник А как некий профессионал Останови Знала, конечно Искусство никому не нужно Такие наступили времена Позвоню, конечно Давай дальше Была такая художник Яплонская Знаменитая такая Дважды лауреат Там Сталинской премии И вот на съезде На съезде Выступил Космонавт А это Космонавт Это уровень Почти правительства После Мосина, да? Да нет, это другой съезд А, так что мы же говорим Об этом съезде А я просто говорю О том, что бывает на съездах Выступил Космонавт И начал Распекать художников Тоже Кто правильно работает Кто неправильно Кому так надо Там пятый, десятый И выступила вот Татьяна Яблонская И вмазала ему По полной программе Сказала, что Вы профессионал Вы космонавт Уважаемый человек Но то, что вы говорите Это глупости И, в общем, он ушел оттуда вообще И, конечно, ей там и выговор был И там пятый, десятый Но это было сказано человеком Который, в общем-то Был свободный И что хотел, то и сказал Следующая выставка Брюцеловского Состоится через 20 лет К 50-летию А по-настоящему Его имя узнают В 89-м году Когда слова гласности Перестройка Наполнят сердца До новой надежды То есть через 28 лет Продолжение следует... Продолжение следует... Война, насилие, агрессия, похищение Детектив какой-то Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Детектив Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 6167 фунтов стерлинга, а это больше 2 миллионов рублей. Миша Шаевич, доброго вам здоровья. И, как говорится, до 120 продолжайте радовать нас. Субтитры создавал DimaTorzok Егерева такая девушка есть, Егерева. Она, в общем, человек, немножко связанный с бизнесом. И она была в большой дружбе с Герой Метелёвой. И она хотела сделать Герри Метелёву. Но ей сказали, что, в общем, одному Гере как бы ставить, ну, тут земля дорогая, парк один. Вот. Надо ещё друзей как бы к Гере прибавить. Ну, вот прибавили друзей Геры Метелия Николаевича Головича и Миша Шаевича Брусиловского. Доброе утро, господа! Ух ты, мерзавец! Ух ты, кто такой! У нас памятник виден. Ну, памятник я могу так называть. Ну, бог с ним. Альбин. Говорит, так мы всем будем, начиная с первого подъезда, ставить тут, в этом парке. Вот. Так все, все время спрашивают, когда начнут. И вот тут, понимаешь? Шёл, да моя пьяная походочка, И тихо плакал на ней, грустил. Вдруг, более пара, показался мне, поверил. Я с моим глазом шла нам к другому, прижимавлась цель. И в ста скользили по станку. Быстро хмель покинула дырочку. И с кармана вынул я ногам. Им ударил и вылеза за дырочку. И в ста скользили по станку. Когда я писал агрессию, вот эту большую картину, я несколько вариантов там сделал. Я внутренне понимал, что мне надо написать ту картину, которая представляет из собой тот мир вообще, который я понимаю, в котором я живу. Я понимал, что этот мир наполнен какими-то движениями такими не очень приятными. Что этот мир находится в состоянии озлобления, что этот мир находится в состоянии агрессии. и то, что я написал, это не лев, не лошадь, а эта энергия, та энергия, и та спрессованная какая-то ситуация вот этого ощущения. Сейчас я красочки добавлю чуть-чуть. Художнику это интересно сделать. Чтобы было как на самом деле все. Сейчас, Сереж. Меня не так интересует литература, сюжет просто, а меня интересует больше чисто изобразительная ситуация. Все будет, Сережа, как настоящее все. Как будто бы это художник на самом деле рисует. Вот, это интересно делать просто. Сейчас. Да, это у меня. Алло! Алло! Это говорит Сережа Пикассо. Да, давай, дорогой, скажи несколько слов, которые бы утешили. Да. Да. Ты сделал конспект разговора. Да. Да. Он, царь, оставил России вообще такое искусство, такие музеи, такие вообще ценности. Другое дело, что там часть этих ценностей из Эрмитажа американцам было продано за гроши. Причем вещи, которым вообще цены нет. Просто на деньги не измеряются. Такие времена. Такие наступили времена. Мы живем вообще во времени, где царствует бабло, и кроме бабла вообще ни хера не надо. Понимаешь ли? Да. 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 Да ладно, достаточно слышать голос. Да. В России были чудесные времена, когда поэзия вдруг охватила, так сказать, стадионы целые. И, что это, господи, и композиторы были блистательные. Чего только не было. И, как это ни странно, именно при диктатуре, при вообще, при советской власти. Да. Да. Ну, да. Да. Да, парень-то хороший, да. Да, может быть, станет писателем. Как ты сказал, Сережа, действие изобразим. Чтобы мчало, а не текло. Чтобы... Да, Сережа. Да. Я не сделал, может быть, и десятой доли того, что я бы мог сделать при определенных обстоятельствах. Сейчас, Сережа, я немножечко выделю, чуть-чуть, пару красок. Я не художник, который создает свое направление, свой стиль, свои, как так сказать... Мне это малоинтересно. И мы сейчас все будем изображать. Да, я в русле, так сказать, вот тех традиций, канонических традиций, которые были, начиная от Ава, начиная от Ава, Джота, и начиная от многих. Я по своей сути, по своему мышлению, по своей организации, как художественная организация, я передвижник. Ты снимай, будет все как настоящее. Для меня очень важно искусство, которое может кого-то заинтересовать, кого-то заинтересовать, которому в этом что-то может показаться интересное, а не какие-то ребусы, загадки и прочие вот эти дела. Я так говорю передвижник, потому что, в принципе, я обожаю передвижника. Я считаю, что это были люди такого социального такого масштаба. Это я делал заказную картину Уралмаша, кузнецы Уралмаша. Вот это вот стоит красивый такой в голубом Кордуков. Это был уникальный человек на Уралмашу, потому что там надо было делать тысячетонные болванки. А я принес такой эскиз, ну, как это обычно делают, в лохмотьях, там, дым много, там, в общем. А он мне говорит, Миша говорит, это ладно то, что ты сделал, но мы вообще, для нас самое счастливое, когда мы одеваем чистую рубашку, одеваем костюм хороший. Я написал их, видишь, вот всех тут написал их красавцами такими, одетыми замечательно, нарядные самые. Им очень понравилось с Уралмашевцем и в знак любви ко мне они мне подарили Уралмашевский нож. Это вот, видишь, картина у Вали тут висит, у Яны. Вот, баба Рахиля. Баба Рахиля Рахиля Борисовна, это мать Валя. Я плакала в туалете, что Миша не видела. Ну, какой старый. А мне не 28 было. 28 было. Да нет, мне было меньше. Ты посчитай. Ну, мне было 19, а тебе было 28. Валя, как 28? А мне было 19 или 20? Вот ты посчитай, какой это был год. Это был 1953 год. Нет, ты что, при чем-то 1953? А какой это год был, когда я окончил школу? Это когда ты, это ты-то да, но я-то закончила в 1959 году. Нет, это не каждого. Я не говорю, что я-то закончил. В 1953 году я поехал с Ромой в Москву в королевство. Я тебя тогда еще не знала. Если ты упомнишь немножко что-то. Я тебя не помню, я тебя тогда не знала. Мишенька, не путай. Я не знаю, знала это и не знала. Я тебе рассказываю, что было. Это было у тебя, но я тебя тогда не знала. Это все смешалось в доме обломово. Это ты по твоим рассказам, я это знала. И устроился на сельхозвыск, мы там проработали до осени, а потом поехали в Ленинград сдавать экзамены. По твоим рассказам я это знала. Ну, знала. Я тебе говорю. В 59-м я школу закончила, в 57-м. А в 59-м мы расписались. Теперь сижу в тюрьме я не думаю о том, как бабушку-братарёму огребить. А когда мама увидела его, говорит, что ты Гоя привела в дом, она мне говорит. Она так дверь закрела. А ты призывала, что ли, чутьё было править. Она говорит, что ты Гоя в дом привезла. Я говорю, да не Гоя. Иврей говорит. Мама, мне ты Гоя ни за что. Рахиля. И жить без вас больше не могу. Это Витя любил петь. Рахиль, ты мне дана небесным провидением. А не Витя, да. Маму мою Рахиль звали, а папу я. Просто чисто библейский. Рахиль, ты мне дана. Давай, Витя. Мама, суровая. Витя. Рахиль, расскажи, когда нарисовал, ты портрет этого кота, до этого ты рисовал? Да нет, я рисовал, беспрерывно пачкал бумаги. Я рисовал цветные карадыши. То есть это не просто так ты взялся и вдруг нарисовал? Да как вдруг. Я уже, когда нарисовал кота, так я уже был, знаешь, вообще, столько перерисовал. О, а когда ж ты начал рисовать? Давно он начал рисовать. Ну как? Да, он начал рисовать. Вот ты. Я начал рисовать. С трех лет. Это правда? Сколько? С трех лет. Ну не знаю, Валя. Кто это знает? Это все выдумки. Мне, я начал, я помню, что начало рисования, это мне принесли кохинор, карандашики, которые я точил там каждый карандаш по два часа. И вот этот запах, это немногие знают, что этот кохинор, эти карандаши. Это черные? Черные, да. Там специфический запах этого дерева удивительно вкусный. И я точил в основном карандаши, чтобы нюхал этот запах кохинора. Вы бейте, чем хотите, но только не на жопу. Какая фото? Ну ты посмотри, вся плотота. Это Мишин репертуар. Это все-таки осталось от этого бандита, которого ты там... Это от бандита. Это... Это или раньше? Или это раньше у тебя было? Нет, это от бандита. От бандита. Но Миша же... Ты знаешь эту историю? Он же... Когда он после войны вернулся в Киев, и там он был в банде... В банде... Как его звали, Рыжего? Кот. Кот. Такой. А этот кот как же тогда определил, чтобы у вас есть способности к рисованию? Да не определил. У него был день рождения, я ему нарисовал портрет его цветными карандашами. Причем я помню, что я нарисовал его с таким сходством, что потом в жизни, будучи профессиональным художником, я уже такого сходства не добивался. А до такого? Со всеми веснушками. 42 золотых зуба, которых у него там, это самое. И он, когда его посмотрел, он его, во-первых, долго смотрел, а потом вообще стал хохотать и сказал, что ну это... И сложил, мне больше всего, я был расстроен, он его сложил, складывал очень долго на маленькие эти самые и сунул в карманы. Я думаю, ну блин, дурак, испортил портрет. Он сделал, не так и делал, он же его привел в школу, потому что, да? Это не он сделал. Не, 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 без денег, да? Нет, за чем ты? Он дал взятку директору школы. Он принес пачку кейн, потому что Миша его нарисовал, он когда увидел это нарисовать. Баря, ты не директор, ты говоришь взятку. По теме имена такого слова не было. Он просто заплатил деньги, это же не взятка. Это не взятка, Баря. Не взятка, он просто дал дорогу Брусиловскому. Он дал ему котлету, Варя, ты ему давал. Ты воровал эти пирожки. Нет, это не котлета, котлета, Варя, это вот такая вот пачка денег, это пресса. Это называлось котлетами. Я спросила Мишу, ты его потом видел когда-нибудь? Он говорит, нет. Он никогда не видел. Его видно, когда пришли кто-то бы к чистку делать. К чистку пришли. Да, видно, зачистили его тоже. Все зачистили. То есть он бы никогда после этого не встречал. В России зачистили. Дал ему, дал дорогу тебе в будущее. А как, без него было бы? Это трудно сказать. Работал? в Киеве, когда я окончил художественную школу, когда я окончил художественную, но делать было нехрен. Там, скажем, по окончанию художественной школы у нас был Сергей Алексеевич Григорьев такой, это был дважды лавриат Сталинской премии, замечательный художник. Ну, он возглавлял институт. А школа художественная была при институте этом. И мы были как бы, его девочки, Майя и Галя, они учились, мы учились в одном классе, и у нас были какие-то почти семейные отношения. Мы там и ночевали, там с другом, там и ходили к ним беспрерывно, и все это дело. И когда кончили школу, он говорит, что, эй, мальчики, говори, эй, евреи мои дорогие. Дело все такое в том, что в институт может поступить один еврей. Поэтому вы смотрите, можете сдавать экзамены, но это бессмысленно. Но интересно, если вам интересно там ходить, писать, рисовать, то, пожалуйста, вам никто не запрещает. А, как сказать, проблему вы должны знать, что никто из вас не поступит, поступит один, Боря Гинсбург, его отец там на Дальнем Востоке какой-то очень крупный деятель. Вот. И это уже договоренность такая, что вот он один и может поступить. А друг мой, Рома у меня был такой, он очень талантливый был, этот Рома. Он пошел сдавать экзамены, сдал все 4-5. То есть он набрал такое количество баллов, что если по истории вот последний оставался предмет истории, он получит зачет просто элементарно, то по количеству баллов его должны принимать или как они должны поступить в этой ситуации. И мы все были так, настолько нам было это очень любопытно, что мы пришли на этот экзамен, где Рома сдавал свой последний экзамен по истории. А Рома был он такой, был мальчик, типа супермен, кучерявый, такой красивый еврей, настоящий. Вот. очень интеллигентный, с чувством собственного достоинства. Вот мы там в круглом зале все сидим и ждем это событие, потому что для нас это было невероятно. Школа, ну класс весь там, ну а много других, не в этом дело. И вот выходит Рома к столу, берет билет, а преподаватель был, ну какой-то там из партии Ленина, Сталина, коммунист. Он ему говорит, что, ну Рома, говорит, вы садитесь. Говорит, нет, я буду отвечать. И Рома пошел и говорит, ну Цицерон, ну я не знаю, это фантастика. Мы все вообще так, коробочки у нас отваливаются, думаю, интересно, что же будет. Но он говорит, хватит, хватит, хватит. А потом говорит, вот тут у нас еще последнее, это самое, по газетам, по современности, там, а все пятое-десятое. Ну Рома ему что мог, там рассказал по газетам, он все знал, там все. Берет зачет, вот так гордо ее вкладывает в карман, и видно по Роме, что он понимает, что то, что он сделал, ну лучшего не сделаешь, лучшего не сделаешь. И вышел. И он через пять минут, мы видим, загвозит Рома, у него лицо несколько бледноватое, он дает ему, и это ему, и говорит, а за что, собственно, он ему поставил неуд. Вот. А тот ему сказал, вы понимаете, говорит Роман, что ваша концепция о современном, так сказать, современных, она не укладывается в рамки человека, которому можно поставить, что-то, что-то, поставить. Рома положил зачет, ушел, мы поехали на пляж купаться. Поступил 1953 год, мы поехали с Ромой хоронить Сталина, там чуть едва и не погибли в этой ходынке. Вот мы едва живы остались, потому что мы стояли в толпе, где можно было поджать ноги и не опускаться вниз. Тебя несли. Если тебя, не дай бог, принесут там, где стоят судьбекеры, так там тебя раздавят, там же погибло такое количество людей. Я об этом мало кто знает, наверное, цифру того, что там погибло. А вас-то туда что понесло? Сталина хоронить, мы были вообще комсомольцы. Мы были комсомольцы. А в какой степени? Даже в большей, наверное, степени. Даже в большей степени. Хоронить, все плакали, рыдали, мы восприняли это как большое горе. Когда в институте я закончил, и тот же Ромка закончил институт, и была проблема или на Украину, у Киев ехать, или чего там, я уже понимал, что такое Киев. Это такая антисемитская клоака вообще. А искусство там вообще, там выжить бы что-нибудь. Я, конечно, поехал там, у меня Гена был на Урале, я думаю, господи, какое счастье, я поеду, да там еще дадут какую-то комнатку, чтобы там можно было. Дали маленькую сначала комнатку такую, там 4 квадратных, или 6 квадратных миллиметров там кроватка стояла. Да, все это дело. Ну, в издательстве я подрабатывал немного, там, да, это было несложно, там, потом с нами начали вести борьбу, там, такая борьба была с формализмом, это вот те вот времена, в издательстве работу перестали давать. Там Волович был, Виталий Михайлович, знаменитый этот Волович, он вообще работал только в Москве, он даже в Свердловске не работал, там был такой Вязников, я уж, да, Николай Гавнилович, да, борьба была такая, вот, и из-за меня, там, вот эти и у Гены были неприятности, они его вызвали, там, в союзе художников, когда мы писали 18-й год, там была напряженка большая, из-за меня, у Гены напряженка, они его вызвали, и задали, что Геннадий Сидорович, вы должны, это уральский художник, мы вас обожаем, вы же понимаете, что пока вы работаете с этим евреем, у вас будут только одни неприятности с картиной и со всеми этими делами, а Геннадий был человек совершенно, это же неуправляемый был, он послал их нахуй, ой, извиняюсь, послал их на три буквы, послал, да, и ушел. Мишанчик, у вас никогда не возникало желание все-таки оставить Россию? Никогда в жизни. Почему? Я не смог это сделать, потому что у меня были, сложились такие обстоятельства, да, когда я в отвале уехала, у меня вот единственный был промежуток, когда я бы мог уехать, у меня было, но у меня случилась такая ситуация, пришел Гена как-то в пиане мне, и говорит, Миша, тут ходят слухи, что ты собираешься уехать, если ты уедешь, это ты зарежешь меня, это действительно, и детей моих, и к судьбу, и всех навсегда, потому что это было связано с советской властью, советской властью. Обещай мне, что ты этого не сделаешь. Я ему, я ему говорю, что Гена, я этого не сделаю, потому что это, или мне надо застрелиться, или повеситься, или это сделать, я это не сделаю. Вот. Он говорит, да я, Миша, я тебе не верю, а его настроили, Гену, что я, а я, вроде бы, ты меня обманываешь, там, я говорю, Гена, я тебя не обманываю, я не поеду. Как тебе, Гена, я могу, на словах, я тебе просто клянусь, ну, жизнью всех моих любимых людей, и всех, и тобой, и мной, и моих близких, что я этого не сделаю. Вот был такой разговор у нас с Геной. вообще, страх, Страх одного человека – это одно дело, а страх страны, это вообще представить себе, это уже не просто страх, это нечто другое, это уже мистика такая страшная. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие этих ребят, которых нет Это... да... да... В общем, я не буду говорить, что это такое Это и так понятно Но тут их замечательные работы, которые Карпов собрал И это спасибо Карпову Спасибо вам, что вы их создали прежде всего Да это ладно, это нам нечего делать Субтитры создавал DimaTorzok Я считаю, что вот то, что мы сегодня увидим Это, по большому счёту, шедевр Современного искусства Уральского и не только уральского Всего мирового искусства Мишевич, я прошу вас сказать ваши слова И сдёрнуть это полотнище Валерий, я не знаю, смогу ли я это сделать Потому что... Смогу, я помогу Да или надо? Это не сложно АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз огромнейший поклон Мишишаевичу за то, что Он оказал нам величайшую честь Впервые показать, сделать мировую премьеру Картины, на которой он работал много-много лет Где-то около пятнадцати... Ну, четырнадцать с половиной лет точно Ваши слова, Мишишевич? Ну, тут сказали, что я монархист Монархист по духу Ну и потом... Тот царь, к сожалению, погиб в этом городе К величайшему сожалению моему И замечательные его дети, жена Те, кто окружал его Это была трагическая смерть Вот, и в этом городе, мне кажется, царю мало То, что сделали, мне показалось это недостаточно Для того, чтобы... Увековище 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 И эта витальная сила воспространяет свое влияние на фигуру царя, на его одежду, на пьеру, на верту с картинами. И эта буря красок абсолютно утихает перед тем, как появляется лицо на портрете. Краски жизни в этом лице уже не существует. Это гидротип, это фотография, это не живой человек, не изображение живого человека. И я думаю, что это картинка, мы попросим, не какими-нибудь. Почетная грамота и законодательное собрание Свердловской области, тем более в честь 25-летия, как он вернулся сюда, 25-25-90-го года. Пол дремки мне дайте еще. Таня приняла картину, которую меня отклонили. А они купили ее там, как твоя организация это называлась? Дом работников искусств. Дом работников искусств купили. Я работала в Доме работников искусств с художественным руководителем. И там такая возникла идея, ну поскольку Дом работников искусств, то надо что-то какое-то искусство. И я пошла к Мише в мастерскую и сказала, есть ли у вас картины об искусстве? Он говорит, да, вот есть Райкин. Вот мы с ним познакомились, с Мишей. Я обрадовалась, что такой художник согласен. Ну и купила ей эту картину. Молодец. Правильно поступила? Потом пришла Худякова, она была, вот это Виталий Михайлович, она подруга Виталия Михайловича, поэтому я не знаю, как ее... Она была моим злищим врагом. А потом... Осторожно, она кто, кем была? Она была запределологическим отделом обкома. Наша врагиня умная, жесткая. Дело пахло керосином. Я пришла к Мише и ему это все рассказываю. Миша вдруг почему-то проникся ко мне какой-то какой-то симпатией и... И любовью сразу же. Сразу же, да. И чтобы меня действительно не уволили за идеологическую слепоту, да, он говорит, нет, я эту картину давай обратно, я деньги все верну, и как бы мы все вот... И он вернул эти деньги. Хотя я прибежала совершенно счастливая и возбужденная, и говорю, Мишаич, мы сейчас будем бороться, мы, значит, тут раздуем. Да, он сказал, нет, ничего мы это делать не будем, вот возьми деньги, это мы в другой раз. Будем бороться в следующий раз. Да, да. Ну, в общем, что моя безопасность вот для него была дороже. Конечно, это... И тут же вспыхала любовь. Нет, ну, она была... Нет, никакой у меня любви не было. И до сих пор. Но я Миша и до сих пор. Нет, ну, вы знаете, такая была, во-первых, разница в возрасте, и разница, я Мишу... Я когда Мишу первый раз увидела, дело в том, что тогда ведь живопись действительно, ну, живопись искусство-изобразитель, оно же было востребовано. Осенние, весенние выставки все ждали. И когда я приходила, то имена были одни и те же, звучали как бы. Мосин, Брусиловский, Волович, Тарасова, Метелев, Калашников, да. И я... А Миша, конечно, знала вот эту... Видела эти картины, я помню вот эту агрессию, когда увидела. Ну, то есть в моем представлении это было что-то невероятное. И когда я пришла в мастерскую и увидела маленького, уютного, уютного, очень симпатичного, милого... Я сказала, не пропадать же художнику. Человека, да. Неухоженного. В какой-то мере. Мне было так удивительно, странно, но... Таня меня пожалела, и вот до сих пор... Она его за руки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Сережа, я тебе хочу сказать, что более счастливой жизни в Свердловске, чем в те времена, просто не было. Это сейчас. Это было общение. Это был очень тесный круг общения. Так, как вы съели, не заметив, отряд не заметил. Все замечали, все отмечали. Ну, да. Не обо всем говорю. Это было общение. Артошку, да? Нет, все, я на него спасу. Все вот эти вот сняли, не сняли. Ну, то было все смешно и мало интересно. Витя пострадал, кстати, больше всех действительно, потому что у Витя была... А меня в ГГБ вызывали. Да, Атаньку в ГГБ. Она могла вообще сидеть на нарах до сих пор. Да, прямо. Ну, мне-то это все безумно нравилось. Я была молодая очень. Есть упоение в бою. Да, и я-то думал, наконец-то я причастна к борьбе тут рядом с великими и так далее. Меня спрашивали, мне понравился вопрос, как вы вышли на Брусиловского? Я так хохотала и говорю, а он что, резидент какой-то? Или он что, шпион? Или что это такое? Они говорят, не прикидывайтесь. Ну, как? Я говорю, я пришла в мастерскую. Что, вы просто взяли и пришли? То есть, им почему-то было важно, кто меня туда направил. Явки, пароли. Да, да, да. Это правда. Конечно. Это было очень смешно, конечно. Кто его, друзья? На самом деле, это было еще и страшно, наверное, весьма. Мне не было, вот я честно говорю. Та, ведь не страшно. Да нет, не поэтому, а потому что, ну, смешно ведь это. Да нет, это тогда... Сергей, я вам скажу, что все, что произошло, тогда сейчас выглядит, конечно, ослепительно и интересно. А может, я не помню, да? Конечно, это была счастливейшая пора в нашей жизни. Но если говорить о ней вообще всерьез, вот, то, конечно, там была такая щемящая нота, такая отвратительная. И полное такого унижения вообще, чтобы вспоминать об этом, тяжело. Сейчас кажется, что это было, и на самом деле, ну, мы были молоды, это решающе, понимаете, и все было в первый раз. Первая книжка, первая удача, первый успех. Там любовь, женщина, ну, господи, господи. Я тебе говорю, Сережа, скажу, что все дело в том, что в характере. Витя действительно, он человек очень ранимый, он такой, знаешь, у него все это дело, у него все это приобретает. Это какие-то, вот видишь, какие-то формы такие, он сейчас рассказывает. И все это правда, потому что я это так чувствовал Витя. Что касается меня, тупость моя, моя обыкновенная, обыкновеннейшая тупость к этим всем событиям, никогда не доставляла мне ни печали, ни радости. А радость мне доставляла, в принципе, только общение с ребятами. Я очень любил этих ребят. И для меня прийти, скажем, к тому же Метелеву или прийти к скульптору нашему блистательному и посидеть там, это для меня было счастьем. Ну, с кем-чем все требуется? Не знаю, вы все же, Сережа. Сережа-то выпил, Сережа? Да, я как же. Сережа-то выпил, Сережа-то выпил. Букингемский дворец, 6 мая 2015 года. Dear Mr. Zuev, the Queen wishes me to thank you for your message and for the splendid catalogue of the artist Misha Bursilovsky, which you sent on the occasion of Her Majesty's 89th birthday. и желаю, чтобы я поблагодарила вас за прекрасный каталог художника Миши Брусиловского, который вы послали на день 89-летия Ее Величества. Королева очень благодарна, и от Ее имени я благодарю вас за Ваше поздравление Ее Величеству в день Ее рождения. С уважением и искренне, Мэри Моррисон, Фрейлина. Потом картинки показывал, потом много говорили, и уехали, слава Богу. Карпов очень доволен. Карпов вообще такой четкий человек, он все сделал, вообще всю программу сделал. Вот, принял подарки, из властей никого, он, как всегда, обижен на властей, потому что это такое мероприятие, 25 лет музею, именинник Карпов, подарки были ему там, всякое такое, а властей никого. Это на самом деле так, просто идиотов вокруг много, вообще. Вот, идиотов. Идиотов. Слушай, а это в филармонию должны были, Толя, ой. Что, Миша? Это в филармонию сделал, Андрей? Да, так они же стоят там, бронзовые, это же гипсовые, тонированные просто. Это модели. Ну, я знаю, там стоят, да, но, а этот-то куда гипсовые-то деть? Никуда, видите, никому не надо, даже бесплатно. А потом, Илюша, когда бесплатно никто не стал, говорит, Илюша расчердился и сказал, вот теперь, говорит, если кто и попросит, задержанные деньги только отдам. Вот так сказал Илюша. А этому самому Карпову, у него же там есть, там у него есть композиторы, и... Хорошая идея, надо попробовать. Да, ты скажи Карпову, он даром-то возьмет, потому что у него там вокруг роялись, скульптуры эти стоят, играющих людей. Ты скажи Карпову. Карпову, я в 25-го тоже поеду, а то же, знаете, он как это, с ножом в горло пристал, не приедешь, говорит, на всю жизнь на тебя обижут. А, в 25-го? Да, я говорю, да, Валера, я, может, в Ереван полечу, мне надо набор работ для выставки армянской. О, говорит, давай, ты мне вези армян потом. Ну, ты 25-го поедешь, да? Да, поеду. Ну, ты ему... А фотографии у тебя есть? Да, конечно, есть. Ты давай ему фотографии, и он это возьмет, там у него это очень хорошо будет. Ну, у него там портрет этого, Ведерникова стоит. Ну, у него Ведерникова... Они не скомпонуются. Нет, у него там другие места есть, ты не боись, скомпонуются еще как. Вот. У него Сверидова, вот там у Гены портрет Сверидова намного лучше, чем Ведерникова. У Люси стоит. А Люси ему тоже отдает, а он все как-то увести боится. Это странно. Почему его забрали? Ну, то есть, это то, что вот сейчас только начинает быть востребованным. У него это уже нарисовано там даже в 2005-м году, в 99-м. Ничего не понимаю, почему так произошло. Сережа, все, все. Да. Я, давай, давай, пока. Я, давай, 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 давай. Я, давай, 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 давай. Сегодня какой день хороший. Какой хороший день. Осенний. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немногие К сожалению Да Вот я бы хотел, чтобы мне кто-то дал хорошую взятку нормальную За что? Ну вот за что? За что тебе взятка? Нет, ну там Ты что-то подписываешь? Все когда там все взяточники тебе говорят, что все вокруг взяточники Нужно быть возле места И все богатые Правильно То ты начинаешь испытывать чувство какой-то неполноценности Ну всем дают взятку, а тебе не дают никто Ну если ты подписывал что-то Что подписывал? Ну что ты подписывал? В России чиновники это... А тебя зависит только культура, понимаешь? Новый класс Человеческая Это новый класс Так чего тебе давать? Россия устала от прожитой жизни Это ужасная усталость от прожитого Я так только понимаю эти вещи И люди не хотят ничего нового Они не хотят вот этой оппозиции Там хорошие ребята, умные, талантливые И все это дело Но они на дух никому не нужны Их ненавидят только лишь потому Что они пытаются сделать что-то новое Что-то в России Россию знает опыт России Что все новое приносит кровь И приносит обратный результат Вот это вот живет в психологии очень многих людей Это обратный результат И кровь Так вы мне же говорили, что художник ни о чем не думает Художник? Ну как, чего-то он думает вообще Вот Чего-то думает Но что он думает Это сказать очень трудно Да А вы? Я думаю, что вот Когда я утром просыпаюсь Я думаю, вот у меня еще есть день Надо что-нибудь попытаться сделать Потом день проходит И думаешь Вот день прошел Сам по себе А ты Ничего не сделал Но будет следующий день Это надежда Называется Человек все время Художник все время живет с ощущением того Что он что-то должен сделать Хочется сделать белый холст Хочется сделать сиреневый холст Хочется сделать фиолетовый холст А что будет на этом холсте? Он еще не знает Но у него уже представление, что Белый холст ему очень хотелось бы сделать А это В общем Что по этому поводу можно сказать? Что хорошо бы художнику прожить две жизни Вот во второй я бы знал, что мне делать А первая, она прошла как-то так малозаметно И есть ощущение, что Ты ничего не сделал То, чего ты хотел сделать Больше понимаешь, чем умеешь А вот вторая жизнь была бы очень кстати Но это не получается, я так понимаю Ну, вообще-то, кто знает Нет, оттуда сведений нет Вот в чем дело Были бы сведения, так можно было бы ориентироваться Сказали бы, что там у тебя будет мастерская Там будут твои друзья Там вы поговорите о том, что В той жизни вы не успели сделать О чем не договорились А в этой жизни с друзьями Когда они уходят То у тебя остается ощущение, что Ты хотел бы с ними о чем-то поговорить И так не успел Так и не успел поговорить А друзья потеряла ногу, да? А друзья, да, они уходят К сожалению, наступает такой возраст Когда человек остается Ну, почти что один на один с собой Потому что вот Когда ушли друзья Там пять-шесть человек С которыми ты дружил Которые были замечательные художники Когда ты работал То ты знаешь, что Вот они придут к тебе Посмотрят И тебе хотелось бы сделать Так, чтобы им понравилось Как это ни странно Внутренне Ты все время хочешь Сделать лучше, чем ты можешь Вот Что бы вы делали во второй жизни Во второй жизни Я думаю, что я бы делал То же самое, что в первой Ха-ха-ха-ха-ха-ха Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, здравствуй, бородатый Триста лет прошло, ибо Помню, провожал меня ты В эту дальнюю дорогу Облака аэростаты Затуманили светило И грустил ты, бородатый И грустил ты, бородатый Да и мне тревожно быть Бородатый, бородатый Не страдали мы от звуки Я не помню точно даты Но я помню эти звуки Этот скрип по старым струнам Эти вечные огороды Эту волжскую лагуну Эту волжскую лагуну Эти радостные морды Прямо я лес лохматый Берем Саратов и Борзовку Все я помню порогатый Обмануть судьбу Что украла те закаты Те костры и те рассветы Нам остались бородатые Нам остались бородатые Песни, письма и приветы Я совсем не сентиментарен Но все же, когда я смотрю на старые фотографии Или я включаю старые Заигранные доживения Кассету у меня подступает комок Я не могу сказать ничего Программа вашего зуба Совершенно верной фразы Как молодым вы Я люблю тебя, дружище Это истина святая Будет дверь, утро будет И еще, кстати, вон уже святая И не в каменных палатах И в шкафах И не в могилах Сохраним мы бородатые Сохраним мы бородатые В наших душах все, что было Сохраним мы бородатые Сохраним мы бородатые